Проблемы Брещанки Ольги Сухаревич, проживающей по улице Ковельска, 93, не могут решить уже не один год. Ее претензию под обращением подписали и другие соседи. Камень преткновения – отсутствие съезда с главной магистрали, куда выходят фасады трех домов. Мы частный сектор, у нас нет съезда к домам. Ранее мы обращались уже в городские власти. Была допущена ошибка в проекте, когда проектировали дорогу. На сегодняшний день предлагают за наш счет исправить эту ошибку. Но не мы же делали дорогу, не мы проектировали. Почему? Мы должны теперь платить. Что отвечает в город, в область, в ГАИ? ГАИ признает, город признает, что да, есть нюанс, есть ошибки, но предлагают за наш счет исправить. Исправить ошибку проектировщиков силами жильцов удовольствие не из дешевых. Вариант решения проблемы есть. Его предложил Сергей Лободинский, мэр города. Это долевое финансирование, разработки проекта и проведение реконструкции. Я вас попрошу вернуться к этому вопросу. Все-таки справедливый вопрос обозначен. Мы должны по нашему законодательству обеспечить подвески с жильцами к дому. Возможно, Максим Ильич, да, если разрешите, мы бы предложили тогда софинансировать, как она сегодня в городе практикуется. Мы предлагали такой вариант. Мы предлагали взять на себя полную разработку проектной документации. И все, что в наших силах, мы готовы соучаствовать, все, что мы можем. С точки зрения обязательств, мы будем потихоньку с этим вопросом разбираться. Но с учетом того, что есть еще в Брестской области улицы, где нет асфальтового покрытия вообще, это вопрос, так скажем, изыскания дополнительных финансовых ресурсов, при том, что есть проблемы более насущные. В рамках законодательства вы должны определиться, кто такую часть расходов по проектированию и строительству несет. Максим Ермолович, полномоченный главы государства по Брестской области, находясь в регионе, всегда старается лично пообщаться с горожанами и услышать, что волнует людей. В этот раз на прием записалось 8 человек, и у каждого есть свои болевые точки. И помочь решить их задача для чиновника не всегда легкая. Не все могут приехать в Минск, чтобы со мной встретиться в те дни приема, которые установлены. Многие из них не впервые обращаются в государственные органы. Все вопросы непростые, но, тем не менее, мы постарались их сегодня решить. Владение ситуацией руководителя города Сергея Лободинского и помощника президента по Брестской области Валерия Вакульчика во многом помогла Марии Мерзловой. Проблема, затянувшаяся, еще в 2017-м проводилась реконструкция улицы Пионерской. Дорогу отремонтировали, 28-й дом оказался в плачевном состоянии. Мы реконструировали улицу, мне подкопали совершенно, эти работы производились под стеной моей дома. Под крышу были поставлены подпоры. На данный момент у меня крыша потрещала, фундамент разваливается, идут большие грузовые машины, дом прямо содрогается. Я хочу, чтобы, ну как-то, чтобы сделать, чтобы не дрожал дом, или запретить грузовое движение, или как-то укрепить стены дома, крышу, потому что в таких условиях также жить невыносимо. Из этой проблемы два выхода – укрепление дома и основательная звукоизоляция или предоставление другого жилья. Вопрос, взят на контроле, будет решен, а вот решить земельные споры между соседями не всегда предоставляется возможным. К мирному урегулированию приходят редко, и тогда свой вердикт выносит суд. Земельное отношение самое сложное. К сожалению, не всегда удается нашим гражданам достичь компромисса со своими соседями и урегулировать все взаимные претензии мирно. Это самый простой и самый эффективный способ, чтобы решить проблему каких-то взаимоотношений, решить имущественные вопросы, найти компромиссы. И когда уже все эти споры переходят в плоскость судебных разбирательств, то, конечно, это трагедии, это целый шквал взаимных претензий, длительные сроки, когда этот конфликт сохраняется. Все это влияет на жизнь людей. Многие из этих вопросов разрешить, кроме как всесторонним разбирательством в суде, уже на данном этапе невозможно. Все, что можно было сделать и помочь в разрешении этих вопросов со стороны государственных органов, все решения, необходимые для проведения этих мероприятий, мы сегодня приняли. Но конечное решение все равно будет за судом и нет ни у кого из тех работников государственных органов, которые присутствовали сегодня на приеме, принимать какие-то решения и влиять на судебное разбирательство. Поэтому мы стараемся в рамках закона найти компромиссы, помочь людям в разрешении конфликтов, найти какие-то решения, которые с участием государственных органов мы могли бы предложить, чтобы вопрос мирно урегулировался. Но не всегда это получается. Земельные споры, энергоснабжение, проблемы в бизнесе. Каждый обратившийся был внимательно выслушан, получил незамедлительный ответ от тех вопросов, которые требуют помощи компетентных служб и ведомств, взятые на контроль.